Ян, мы с тобой буквально в день начала мобилизации, я очень хорошо помню, обсуждали, какой процент погибших на фронте и какая вероятность у призванного человека вообще остаться в живых. И ты там говорил о том, что каждый четвертый, каждый пятый в самом оптимистичном прогнозе почти наверняка не вернется. И вот мы уже видим, что мобилизованные, по крайней мере какая-то из них значительная часть, реально без всякой подготовки очень быстро оказываются на фронте. И вопрос он собственно такой. Ну вот российское министерство научилось брать людей и в течение недели-двух забрасывать на фронт. Как-то эта картину происходящего на фронте изменила, то есть помогает ли приток живой силы, пусть и не обученной, не обмундированной российской армии? Я думаю, что скорее это помогает российской армии для ее отчетности прежде всего, то есть рассказывать, что вот у нас все хорошо, значит солдаты на месте, все, недостатков больше нет в солдатах. Но в реальности вряд ли эти мобилизованные могут оказать хоть какое-то сопротивление, когда это будет нужно. И вот сейчас уже поступает информация о том, что масса мобилизованных отправляют на Херсонский фронт. И при этом мы помним, что на Херсонском фронте достаточно много различных специальных подразделений и так называемых элитных частей. Там ВДВ, морская пехота частично. То, что от них осталось от некоторых после их различных бросков к Николаеву и так далее. И, судя по всему, будут эти части выводить как раз первыми, а мобилизованные будут продолжать удерживать фронт, чтобы успели выйти, может, вывести технику и успели выйти вот такие вот части. И уже есть видео, как солдаты с грузовиками на понтонах переплывают, собственно, Днепр на левый берег. То есть получается, что опять из мобилизованных просто делают пушечное мясо для того, чтобы прикрыть как-то фронт в таких непростых обстоятельствах. Еще такой момент, Ян, может, ты мне подскажешь. Вот видно прямо, знаешь, такие две группы мобилизованных. То есть одни – это те, кто быстро оказывается на фронте. То есть вот буквально забрали, и через неделю он уже домой из окопов смски шлет. А вторая группа, которых все-таки на достаточно продолжительное время, ну, по крайней мере, там уже месяц идет мобилизация, да, и месяц они там и уже есть, отправляют в какие-то учебные лагеря, и там, ну, сейчас не буду о качестве говорить, но какую-никакую подготовку, что-то там с ними делают, чему-то учат. А как вообще, от чего это зависит? Ну, то есть вот человека призвали, у него какая вероятность, он сразу поедет или в учебку? От чего это зависит, и можно ли как-то на это, может быть, влиять? Может, какие-то практические советы? Что говорить в военкомате, чтобы попасть в учебку, а не на фронт немедленно? Я думаю, что вот то, как мы видим, это, скорее всего, происходит плюс-минус случайно, то есть есть какие-то, ну, скажем, подразделения, возможно, которые либо создаются заново, либо доукомплектовываются большим количеством солдат, и им нужны именно более-менее обученные, и, соответственно, в них заранее как раз и направляли сначала мобилизации вот на все эти учебные полигоны отдельных бойцов. А часть подразделений, которая требовала доукомплектации и осталась на фронте, соответственно, получала этих солдат практически сразу, там, в среднем две недели. Мы видим, по тому вот от момента мобилизации до момента гибели некоторых мобилизованных уже на фронте проходило примерно две недели. Это там двое суток где-то на отправку, ну, и вот получается там 10-12 дней на все про все. И я думаю, что, наверное, все-таки сейчас наиболее люди, которые наибольшую подготовку проходят, это всякие водители и экипажи боевых машин и танков, просто потому что это, ну, более сложный навык. Нельзя просто взять человека, посадить в танк и «давай, езжай», это слишком опасно для подразделения, для самого. Или просто он может не вспомнить, как это делать. Поэтому, наверное, они по большей части еще учатся. Плюс мы видим, да, нам показывают регулярно вот эти вот картинки пропагандистские про различные стрелковые подразделения, но я думаю, их не так много. Часть вот подразделения отправили в Беларусь, судя по всему, тоже на обучение, потому что там есть и полигоны, ну, и белорусские военные не заняты особо ничем, они могут тоже немножко подучить, там хотя бы какие-то офицеры есть, которые могут ходить командовать. Но в целом, отвечая на этот вопрос, я думаю, что это распределение плюс-минус случайно, то есть нет какой-то закономерности. Ну вот мы видим, да, что адвоката из Санкт-Петербурга призвали и сразу отправили на фронт. Он погиб там через две недели. Мы видим, что члена какой-то мелкой администрации московской тоже мобилизовали, тоже отправили на фронт, он тоже погиб достаточно быстро. То есть можно было бы предположить, что, допустим, там из каких-то более богатых регионов, где там у людей больше связей, больше денег, больше возможностей защитить себя, там как-то о себе говорить, там могут не отправить сразу на фронт. Но нет, мы видим, что по сути отправляют откуда угодно, это совершенно случайно. И я думаю, что чем дальше, ну вот сейчас с течением времени, тем больше вероятность того, ну, то есть все постепенно окажутся на фронте, и никто как бы не избежит. А думать о том, что вот, допустим, месяц они сейчас учатся, и это радикально что-то изменит для них? Нет. Это ничего для них не изменит. Они не научатся воевать за месяц сто процентов. Слушай, ну, воевать-то, конечно, они за месяц не научатся. И ты, я полностью согласен, у меня просто есть реальный опыт про вождение вот танков и прочего. Я учился на военной кафедре на мотопехоте, и один БТР-то в Канаве все-таки закончил на наших учениях, хотя БТР-то сильно проще, чем танк, он хотя бы колесный. Но месяц жизни это не так уж мало. Какой бы ни была эта жизнь, ну, все-таки умереть сегодня или через месяц, ну, такая приличная разница. Но я о другом хотел сказать. То есть вопрос-то, собственно, такой. Мы буквально перед тем, как ты подключился, обсуждали, что ЗАГСы перешли на круглосуточный режим, чтобы успевать регистрировать браки с мобилизованными. Мобилизованными, там какие-то десятки, там 43 брака одновременно. Все-таки, по твоим оценкам, сколько на сегодняшний день призвано мужиков? Ну, то есть просто там кто говорит 100 тысяч, 200 тысяч, кто-то пугает там, что там 2 миллиона. Ну вот ЗАГСы работают в круглосуточном режиме, и браки делают там по 50 пар за раз. Это такая некая моя подводка. Но вот твоя оценка, сколько людей реально призвано на сегодняшний день? Ну, вот если говорить именно про мобилизацию, я думаю, что потихоньку цифра уже к 300 тысячам подходит. Они ее добивают. И, видимо, им дали, судя по тому, как они ускорились, так скажем, мы помним и эти облавы в Москве, и сейчас внезапно, да, вот в первые дни было очень много сообщений о том, что набирают там людей чуть ли не без руки, без глаза там и так далее. Ну, абсурд абсолютнейший. Сейчас эти сообщения снова появляются активно, то есть они активизировались. Вот когда Путин сказал про эти две недели, видимо, как раз решили быстренько добрать до 300 тысяч. Я думаю, что цифра на самом деле уже приближается к этим 300 тысячам. Понятно, что во многом она может быть на бумаге, но есть впечатление, что действительно около такого количества уже может быть мобилизовано и находиться частично на фронте уже, частично вот в этих лагерях обучения. А вот я назвал цифру 300 тысячам и напомнил мне вопрос, который бы я сам не решился бы задать, но вот мне в соцсетях спросили там в комментариях, и я такой сначала думаю, что это такое, а потом думаю, а ведь действительно, я как-то так призадумался. Несколько каверзный показался мне вопрос, не знаю, как тебе. Пишет мне, вот Дмитрий, вы говорите, что там победа неминуема, все такое победит, но по данным ВСУ в среднем погибает месяц там 9 тысяч человек. При этом вот призвано 300 тысяч. Для того, чтобы перемолоть это все количество, там такой глагол был употреблен в этом вопросе, нужно получается там, если вот поделить, умножить, получается там около 34 месяцев. Это темп 3 года войны. И получается война, во-первых, совершенно невидная икра, во-вторых, совершенно она не так уж перспективна для Украины. Я попытался как-то ответить, но в то же время, наверное, я ответил не так, как можешь ответить ты. Вот эта вот цифра, да, вот там 300 тысяч, а погибает 9 тысяч, значит, еще долго война продлится и надолго хватит этого резерва. Что можешь ответить ты, Ян Матвеев, военно-аналитик? Здесь нужно понимать, что, во-первых, потери – это не только погибшие, но и в том числе раненые. И раненые тоже бывают, по сути, двух типов. Те, которые безвозвратные потери, и часто говорят общую цифру именно безвозвратных потерь, это те люди, которые не могут потом после какого-то лечения вернуться обратно воевать. Ну, например, человеку оторвало обе ноги. Он, скорее всего, точно не вернется воевать на фронт. А если, например, у человека было какое-то ранение, просто там пулевое той же ноги, его могут вылечить, и через месяц, через два прислать обратно. Поэтому всегда надо понимать, что если 9 тысяч погибших, то по известной формуле 1 к 3 даже, соответственно, у нас будет 27 тысяч ещё раненых. В сумме это получается уже почти 36 тысяч, к 40, может быть, и так далее. Это первое. То есть из этих раненых, соответственно, эти все 27 тысяч раненых, они выпадут на какое-то время. То есть часть из них вернётся, но они просто будут недоступны фронту. Ведь в чём смысл сражений как таковых сейчас? Не в том, чтобы как в средние века или какие-то в древние века времён Римской империи уничтожить армию противника. Сейчас, ну и начиная ещё с Второй мировой войны, уже суть войны в том, чтобы достичь какой-то цели и победить армию противника, не уничтожив её, а, соответственно, сделать так, чтобы она не помешала тебе достичь этой цели. Например, захватить территорию. Для этого не обязательно уничтожать армию, можно заставить её отступить. Вот как сейчас происходит в Херсонской области. Почему все говорят, что Российская армия должна отступить с правого берега Днепра и из Херсона? Потому что украинцы создали такие условия, при которых Российская армия там находится в очень уязвимом положении, и, соответственно, единственное адекватное для неё решение — это отступить. У неё там нет снабжения буквально. И вот таким образом можно практически бескровно освободить, условно, город Херсон целый огромный, за который теоретически можно сражаться целый год, его оборонять, если на улицах сидеть в засаде и так далее. Поэтому тут ещё важно понимать, что если произойдёт, то есть если будут какие-то атаки украинские, это не значит, что для успеха нужно именно общее какое-то математическое число, там потери, ещё что-то, достаточно получить преимущество на конкретном участке, как вот было, например, в районе Балаклея и Изюма. А для этого как раз-таки мобилизованные, плохо обученные военные, они повышают риск такого. То есть когда украинцы соберут хорошо обученных военных в одном месте и хорошенько надавят на какой-то участок фронта, где будет много мобилизованных, потому что других солдат у России всё меньше и меньше, то, соответственно, эти мобилизованные, им не надо погибать, им не надо становиться ранеными, они могут просто отступить, потому что они плохие солдаты, ну просто не потому, что в смысле они сами плохие, а потому что у них там плохое оборудование, плохое вооружение, они плохо обучены. Их либо придётся отводить, либо они сами отступят, либо они там побегут. Это всё как бы закономерно. И, соответственно, украинцы добьются там прорыва фронта, допустим. А прорыв фронта в каком-то месте будет означать, что надо будет двигать весь фронт. И даже те части, которые были в порядке, им тоже придётся отступать, потому что они начнут попадать в какие-то неудобные положения. Вот. То есть вот эта манёвренная война, на которой сейчас пришло всё, она давно уже, по идее, осталась в прошлом, во временах Второй мировой войны. Но мы видим, как она сейчас вернулась. И вот по её как раз законам не нужно совершенно уничтожать полностью противника. И я думаю, что украинцы, учитывая, что как они действуют, они будут исходить именно из такого. Поэтому тут нет чистой математики. Спасибо тебе большое за конкретный ответ на этот вопрос, потому что, да, он мне казался таким, ну, не самым, может быть, военно-экспертным. Но спасибо тебе, что так вот хорошо на него ответил. И ещё вдогонку хочется тебя спросить, как человек, от человека не очень понимающего, от человека хорошо понимающего, ты наверняка видел, да, ты точно видел, вот эти вот пресловутые линии, линии Пригожина, да, как они, которыми они хвастаются, вагнеровцы, они пиарят их там в своих каких-то соцсетях, они пиарят их в своих канальчиках, там, какое-то, чуть ли не достижение какого-то пригожинского народного хозяйства. Вот хочется тебя спросить, это действительно что-то важное для войны, то, что не пропустят никакую украинскую армию с помощью даже НАТО, или это только пригожинская пропаганда, и ничего на самом деле за этим не стоит? Ну, во-первых, надо помнить, что любые линии обороны в истории были так или иначе прорваны. И монархиема? Это линия, конечно. Насколько я помню, да. Ну, ведь в конце Зимней войны, собственно, советские войска тогда смогли продвинуться, да. И вообще, в целом, линия, ну, собственно, и линия Можино тоже, они, немцы же сначала обошли ее, а потом все равно, когда французы начали отступать от нее, в тех, собственно, более южных районах, ее тоже немцы преодолели. Но проблема-то в чем? Линия сама по себе не имеет никакого значения, если она хорошо не обороняется. Ну, и плюс то, что они показывают, это в основном надолбы, вот эти вот треугольники, ну, как угодно можно их называть, из бетона, они просто мешают проезду техники. Но, во-первых, мы видим, что они их ставят просто, это просто треугольники, которые они, по сути, ставят на землю. Их легко можно там оттащить, подорвать, ну, тем же танком. Он подъедет, просто зацепит их и увезет оттуда. Если их ставят обычным краном, то, в принципе, все понятно. Там копают еще какие-то траншеи, на некоторых видео это есть, там окопы рядом. Но, во-первых, для всего этого нужно достаточно солдат, чтобы оборонять. Во-вторых, опять-таки, в современной войне все это достаточно легко прорывается, то есть сосредотачивается огонь артиллерии просто в каком-то участке. И все, и никаких больших проблем эта линия не составит. И в целом, учитывая длину фронта, и даже те вот карты у них есть, которые они рисуют, как они эту линию располагают, там нужно слишком большое, вот сейчас на экране, слишком большое количество солдат, чтобы только эту линию держать. Плюс выглядит она немножко странно, на самом деле. Они ее так к реке пририсовали, но вот этот вот выступ возле Кременной, он довольно странный и невыгодный. Ну, не суть. Возможно, это просто пропаганда. Я не исключаю этого. Тут другой вопрос. Война — это всегда вопрос об эффективности использования твоих ресурсов. Конечно, если одна армия значительно превосходит другую, то можно разбрасываться ресурсами как угодно. Но даже как вот показал Вьетнам, когда у американцев, естественно, было очень много ресурсов, а у Вьетнама, северного Вьетнама гораздо меньше, все равно даже это не помогло Соединенным Штатам. И тут то же самое. Вот они возят на грузовиках вот эти бетонные треугольнички куда-то в тыл. Они там задействуют строителей, каких-то солдат, возможно, еще что-то роют вот в тылу где-то эти окопы. Эти усилия можно было бы применить в другом месте. И, возможно, это было бы выгодно. То есть я не удивлюсь, если все это играет наоборот, в минус. И когда пойдет большой прорыв фронта, допустим, то эту линию просто... Да, можно говорить, что это запасная линия, там сзади, но ее просто могут не успеть занять, не успеть как следует подготовить к обороне, перевезти туда достаточное количество войск, и украинцы просто пройдут ее ходом. Вот они прорвут изначально фронт и дальше пойдут и совершенно спокойно ее и не заметят. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!